Мир вам, братья, мир вам, сестры. Мир вам, сестры, мир вам, братья. Благослови всех вас Господь. Я много не буду вас, ваше внимание, задерживать. Так, порядка часов только около двух, и все. Я шучу, всего лишь час 45 минут, я с вами пообщаюсь, и все. Слава Богу, наше служение подходит к концу. Ну, слава Богу, кто сказал слава Богу? Один епископ в Украине, служение подходит к завершению, он говорит, братья и сестры, слава Богу, служение заканчивается. И кто-то, слава Богу, он говорит, ну-ка, кто сказал слава Богу? И говорит, это для кого служение, томление? Ну-ка, дайте мне посмотреть на них. Так и я, простите, вас искушал этим. Ну, думаю, что это, во всяком случае, стимулирует думать и рассуждать. Итак, тема нашего рассуждения – это целомудренные отношения. И я могу с уверенностью вам сказать, что вот то, как я этот материал или эту тему буду подавать, вы легко увидите, что она вас ни к чему не обязывает. Она вас просто информирует. А право выбора остается за каждым из вас. И я постараюсь всю эту тему так преподнести, чтобы каждому из нас картина, общая картина взаимоотношений между лицами противоположного пола была ясна. И при этом, чтобы мы с вами друг для друга были не средством искушения, а средством благословения. И я хочу прочитать текст из Писания, которые просто говорят о целомудрии. Вот что такое целомудрие – это чистое нравственное отношение между лицами противоположного пола. И мы постараемся поговорить, какие-то советы дать сестрам, какие-то советы дать братьям. И я думаю, что вы увидите, что это очень даже назидательно, в какой-то степени даже интересно. Сестры, забегая вперед, я могу в качестве аннотации небольшого предисловия сказать, что я вам раскрою сегодня небольшие секреты, которых вы не знаете про братьев. И я надеюсь, что после того, когда я эти секреты расскажу, братья меня все-таки с Россией выпустят живым и ничего со мной не сделают. Итак, текст из Писания, которые говорят о целомудрии. Вот смотрите, это второе послание к Тимофею, 2 глава, стих 22. Написано так. «Юношеских похотей убегай». Выглядит так, что в теле человека просыпается определенный интерес. И один из сфер интереса, который просыпается в теле человека, это сфера интереса, которую Писание здесь называет похоть. И с похотью важно научиться не дружить, от похоти важно научиться убегать. Второй текст Писания, который также говорит о целомудрии. Я читаю послание к Титу, 2 глава, стих 6. Просто пока тексты, а потом будет свободное рассуждение. «Юношей также увещевай быть целомудренными». Читаю 2 глава послания к Титу, 11 и 12 стих. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас». Оказывается, благодать Божья, она не только спасает, но она еще и научает. Чему же она нас научает? Слушайте внимательно. «Чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Теперь читаю текст Священного Писания, который написан во 2 послании Тимофею 1, 7. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Теперь смотрите. Если человек позволил, чтобы Бог своей благодатью его научил, то обязательно один из плодов этой науки будет наличие в его жизни целомудрия. «Если Дух Святой в твоем и моем сердце присутствует, Он обязательно тебя и меня поощрит к тому, чтобы твой образ жизни был целомудренным, потому что мы приняли, Библия так говорит, Духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Итак, целомудрие – это чистое нравственное отношение между лицами противоположного пола. Мы говорим, что этот термин в этом мире пренебрегается полностью. Люди в этом мире, они убегают от того, чтобы иметь чистое нравственное отношение. Они разжигаются похотями, страстями, и на почве этих страстей и похотей делают разного рода безрассудные дела, поступки и так далее. Для нас же, надеющихся на святое имя Иисуса, вопрос чистых нравственных отношений, для нас он очень важен. И потому мы с вами об этом и рассуждаем. Итак, первое. Взаимоотношения между молодыми людьми, между братьем и сестрами во Христе Иисусе, между молодым человеком и молодой девушкой, взаимоотношения, которые не имеют в себе цели вступления в брак, они осудительны и недопустимы. Это первое, это основание, которое должен иметь в своей жизни каждый христианин. Вы внимательно, пожалуйста, слушайте, а я думаю, что к концу большинство вопросов у вас снимется. Итак, несколько советов, которые мы хотим начать. Итак, первых несколько советов с сестрам. Кстати, сестры, я хочу вам несколько комплиментов сказать. Обычно из-за кафедры сестер хорошенько чистят, но для того, чтобы было легче чистить, лучше сначала похвалить, что я их с удовольствием сделаю. Итак, сестры, я хочу вам с уверенностью сказать, что вы их созданы немножко более совершенными, чем мы, братья. И, а, вам уже нравится, да? Я это чувствовал. Если смотреть тенденцию, как Создатель творил все то, что ныне мы констатируем как факт, что это Богом сотворено, то мы можем увидеть, что Бог сначала сотворил траву, кустарник, потом деревья, потом животный мир. То есть, другими словами, Бог начинал таким образом. Сначала менее совершенное, потом более совершенное, потом еще более совершенное. И вот на каком-то этапе Бог сотворил мужчину, Адама. Посмотрел на него и сказал, надо сотворить еще что-то более совершенное, чем мужчина. И Бог взял от ребра Адамы, когда на него навел крепкий сон, и создал более совершенное. Это представителей женского пола. Вот почему, сестры, примите мои поздравления, вы на целую ступеньку ближе к небесам, чем мы, мужчины. А мы, мужчины, мы на целую ступеньку ближе к земле, чем все присутствующие дамы, женщины и сестры. Это, может, и вы легко увидите в своей жизни. Все братья, они очень примитивны в большинстве своем. Вот вы, смотрите, вы узнаете себя, да? Смотрите, вот, к примеру, простые примеры, несколько примеров из жизни. Смотрите, вот что, к примеру, надо мужчине. Вот если он состоит в браке, он женатый человек. Вот если он, что ему надо? Ему надо, чтобы прийти домой и было что поесть. Для него это важно. Что важно для сестер? Она всегда такая мечтательная. Сестры, они всегда летают в облаках, они всегда себе рисуют радужную жизнь. Для сестры эти приоритеты чуть-чуть другие. Она для себя рассуждает так. Так, как это свернуть салфеточки для того, чтобы на столе это красиво выглядело? Как это расставить ложечки еще с правильной стороны, положить вилочку и ножичек, какую-то скатерть сюда накрыть, какую-то релочку подобрать? И я думаю, что вы это можете легко заметить. К примеру, в спальной комнате, что важно для мужчины, чтобы ему было где спать. Все. Для женщин же, да вы что, это столько процесс целый. Это женщины могут целый день провести в отделе, где продаются шторы и мучатся. Что же мне повесить в спальню? Для мужчин это вещь вообще второстепенная. Я сколько раз в своей жизни замечал, кстати, вы обращали внимание, что женщины, они замечают детали. А мужчины, они детали упускают из внешнего вида, они берут только суть. Ну, к примеру, я не один раз был, когда в каких-то поездках я был, и была свадьба. Ну, вот где-то в поездке я был, и кого-то из друзей. Была свадьба, я был приглашен на свадьбу, возвращаюсь домой с поездки. И своей жене говорю, Аня, я был на свадьбе. Ну, мою жену, как и любую другую женщину, интересует сразу один вопрос. Игорь, какое у невесты было платье? Ну, я со свойственным мужчинам понятием, я говорю, Аня, все помню, белое. Она говорит, нет, ну, какие-то мрюшки, завитушки, там то, другое. Я ей, прости, ничего не помню, помню, белое было точно. Мы, мужчины, мы видим важные глобальные вещи. Все остры же обращают внимание на детали. Ну, смотрите, к примеру, когда братья пытаются вспомнить проповедника, который проповедовал на служении, на конференции, как они обычно это делают? Братья обычно это делают так. Они говорят так, ну, помнишь брата того? Ну, помнишь, он еще читал из 45 главы книги пророка Исаия? Помнишь, еще пример такой вот интересный, приводил, и там вспоминают пример из проповеди. А если вы подслушаете, когда сестры вспоминают события, что происходили на служении, все совсем по-другому. Они говорят так, ну, помнишь того брата, у него рубашка еще такая светлая, в полосочку была. Ну, помнишь, еще брюки темные, и там носки никуда не годны белого цвета были. А туфли такие смешные, носы закрученные и так далее. Выглядит так, что мы по-разному воспринимаем информацию. Мужчины по-особому, женщины по-особому. Так вот, на самом деле, сестрам свойственно летать в облаках. Но, сестры, невзирая на то, что вы более совершенны, чем мы, я имею в виду вот по факту, по цепочке творения, все-таки командовать парадом в семье Бог доверил нам, мужчинам. Я думаю, все мужчины могут воскликнуть «Аллилуйя!». Я могу на эти вот мысли еще много таких штрихов разных подчеркивать, но я только один отмечу. Вы обращали внимание, что женщина обычно, она сначала плачет, а потом думает? Обычно так. Женщина сначала скажет, а потом думает. Вот потому женщина, она такая более эмоциональная. У мужчин же они более хладнокровные. Они сначала подумают, потом, если надо, слезу проронят. Вот почему штурвал Бог доверил мужчинам в руки. И если, и мы очень благодарны Богу, что Бог хранит Россию, и в России у руководствия, у руля страны находятся мужчины. Потому что многие другие страны Бог попустил, не знаю за что, и ими уже руководят женщины. Потому храни Господь Россию, и не забудь Господь Беларусь тоже. Да, это был какой-то мужской голос. Итак, совет первый. Сестры. Я вам несколько советов буду давать. Может, некоторые из вас будут сначала вас перебивать, вам дыхание, а потом, когда я буду объяснять, думаю, все, дыхание будет восстанавливаться. Итак, совет первый. Сестры дорогие, бойтесь влюбиться. Когда подобный совет, я иногда говорю или произношу его вслух сестер, сестер, сестры как будто бы на минуту перестают дышать и спрашивают, слушай, Игорь, мы только то и делаем, что вот это в своей жизни наблюдаем. Совет на самом деле очень важный. Бойся влюбиться. В чем же опасность? Когда на первом этапе девушка позволила, чтобы ее сердце пленилось влюбленностью, выглядит так, что вроде бы ничего опасного здесь нет. Но слушайте внимательно. Девушка, которая имеет влюбленность, которая влюбленность ее уже захватила, это девушка, которая не сможет сидеть сложа руки. Это девушка, которая, если чувство влюбленности в ней уже укоренилось, она обязательно будет предпринимать какие-то шаги и поступки, и произносить слова для того, чтобы от того, кому она влюбленность испытывает, добиться взаимности. Не сможет девушка сидеть сложа руки. То есть, к примеру, если я вам такие простые примеры приведу, вот, к примеру, девушка обычно, сестра в собрании сидит там где-то в середине зала, а брат, которому она испытывает чувство влюбленности, он сидит на передней скамеечке. Как сестра будет себя вести, если чувство влюбленности в ней есть? Оно не заставит ее сидеть сложа руки, оно, наоборот, будет поощрять ее что-то делать, чтобы взаимности добиться. И девушка, она сидит посередине зала, но она, если заметит, что на переднюю скамеечку уже сел тот, кому она влюбленность испытывает, она специально пойдет по проходу, подойдет на самую первую скамеечку, как будто бы ищет свою подружку, а потом опустит взгляд, ой, приветствую тебя, рада тебя видеть, и спокойно пойдет, сядет на свое место. Если, к примеру, сестра с чувством влюбленности подходит в группу молодежи, где есть тот, кому она влюбленность испытывает, она приветствуется, ну, обычное приветствие, и говорит, приветствую тебя, приветствую тебя. Когда же очередь дойдет до него, кому у нее в сердце есть влюбленность, она возьмет его за руку и скажет, приветствую тебя, очень рада, что ты есть. Я думаю, что Господь наградил нас тем, что ты в нашей церкви присутствуешь. Другими словами, чувство влюбленности, оно девушку заставит ее действовать. И вы мне сейчас скажете, ну и что тут страшного, слушайте внимательно. Когда вы предпринимаете эти попытки на основании чувства влюбленности добиться взаимности от молодого человека к себе, и когда эти попытки у вас длятся месяц, три, шесть месяцев, двенадцать месяцев, полтора года, знаете, к чему это приводит? Это приводит к глубокому разочарованию девушки в самой себе. Она просто после всех таких трагедий и глубокого разочарования, она смотрит на себя в зеркало и говорит, у меня самый курносый нос на свете, у меня никуда не годные брови, у меня пухлые губы, у меня щеки впалые, ресницы короткие, что угодно, у меня много веснушек на щечках и так далее. И вот это состояние глубокого разочарования, это, обратите внимание, это состояние, в которое тебя никто не привел. Это ситуация или положение, в которое ты зашла сама. А теперь вопрос, как? Движимое чувством влюбленности. Так что же делать с этим чувством? Ответ очень простой. Бойся влюбиться. А когда же у девушки получается или дает ей право на влюбленность? Право на влюбленность у тебя есть только тогда, когда тебе сделали предложение, ты взвесила, подумала и ответила «да». А вот теперь зажигай зеленый сигнал светофора своему чувству влюбленности, потому что тебя впереди ожидает брак. А если чувство влюбленности тебя посещает, то есть один простой способ. Надо просто задать себе вопрос «стой», а он мне сделал предложение? И если задав этот вопрос сама себе, ты отвечаешь «нет, еще не сделал», значит и чувство влюбленности в себе тормози, останавливай и дров туда не подбрасывай, чтобы оно в твоем сердце не воспламенилось большим пламенем влюбленности и не сделало тебя впоследствии плачущей и разочарованной в жизни сестрой, девушкой и дамой. Что же делать? Знаете, молодые девушки, они иногда уже, может быть, 16 лет, они уже даже мечтают о том, как они выходят замуж. Кстати, девушке, им почему-то свойственно, вот я почему и говорю, летать в облаках. Девушка иногда, может, уже в возрасте 17 или 18 лет, она очередной раз садится в мягкое кресло у себя дома, закрывает глаза и отправляется в путешествие, которое называется «Серия 512». Я выхожу замуж. Она уже знает даже размер каблука, который она оденет, много чего, вещей таких. Так вот, слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Многие девушки, они только мечтают о замужестве, при этом сами ничего не делают, чтобы к замужеству быть готовым. Так вот, мой совет девушкам так, бойся влюбиться. Раз. Второе. Ты в свои молодые годы позаботься о том, чтобы тебе обрести нужные навыки и нужные знания для того, чтобы в будущем быть прекрасной женой и великолепной матерью. Другими словами, научись оказывать первую помощь ребенку, у которого постигла экологическая катастрофа в нижней части его тела. Вот научись, что же надо делать с ребенком, если у него там экологическая катастрофа. Что делать? Надо заменить кое-какие средства личной гигиены ребенку. Оказывается, этому можно упражняться, посещая семьи многодетные. Другими словами, если ты будешь в процессе своих молодых лет учиться, как консервировать огурцы, как резать помидоры, как жарить яичницу, как варить борщ, как выпекать торт, то я могу тебе с уверенностью сказать, что когда ты выйдешь замуж и сразу же в первое утро ты своему мужу предложишь завтрак, он, я думаю, первых два месяца будет день и ночь стоять на коленах и говорить, Боже, я тебя так благодарю, что ты меня такой женой наградил. А если вы молодые свои годы посвятили только мечтам, какое же платье лучше? Какой размер туфелек у меня должен быть на свадьбе? Вы ничего не умеете, ничего не знаете, но о свадьбе мечтаете. Я думаю, что молодой человек на вас женится. Но когда с самого первого завтрака он услышит, что вы звоните своей маме и спрашиваете, мама, а как куриное яйцо жарится с корлупой или без? Я думаю, что первых два месяца он будет стоять на коленях и говорить, Господи, за что ты меня наказал? Поэтому, молодые девушки, я вам советую, вы, наоборот, проявляйте максимум усердия на предмет того, чтобы знать сферу медицины, сферу психологии, в плане воспитания детей, в плане коммуникации с мужем, семейных отношений. И когда вы свои молодые годы посвятите подготовке к семейной жизни, когда вы выйдете замуж, вы будете для своих мужей благословением, а не искушением. Вот почему лучше молодые годы не мучать себя влюбленностью, а лучше тормозить это чувство в себе, всегда его держать на таком потухшем состоянии, а служить Господу тем даром, теми способностями, которые дал тебе Бог, а Бог в свое время приведет в твою жизнь Исаака, которого он тебе, Ревека, усмотрел, и ты для него тогда будешь благословением. Второй совет, или вернее не второй, а такой же пункт я переключаюсь к братьям. К братьям у меня совет такой, сестрам мы говорим, сестры, бойтесь влюбиться. А братьям мы говорим, братья, ну пожалуйста, ну спешите влюбиться, ну пожалуйста. Братьям мы говорим, братья, все в ваших руках, инициатива на созидание своих семей на ваших руках. Вы вправе, глядя налево и направо во Христе Иисусе среди членов церкви, делать сестрам предложение для того, чтобы созидать свои семьи. Но хочу обратить ваше внимание на следующее. Братьям совет следующего характера. Братья, храните свои глаза от любострастия. Я чуть проясню это, смотрите. Мужчина так устроен, это, кстати, девушки, чтобы вы могли иметь это в виду, мужчина так устроен, что у него органы его зрения вообще функционируют очень прекрасно. А у мужчин всегда широко открытые глаза. И, как правило, в поле их зрения почему-то попадаются представительницы противоположного пола. Выглядит так, что у мужчин есть инициатива делать предложение, а у девушек, а у них всего лишь право ждать. Когда их заметят, к ним подойдут и сделают предложение. Девушки, может быть, не до конца это умом понимают, но интуитивно это осознают. И они понимают, значит, я ничего не могу сделать сама, должна только дождаться, когда меня заметят, и ко мне подойдут и сделают предложение. Исходя из этого, вы можете обратить внимание, что гардероб у женщин, он намного богаче, чем у мужчин. Вы можете заметить, зайти в любой торговый отдел и зайти, посмотрите, сколько выведено площади или квадратных метров на одежду для мужчин. И вы увидите очень немного, там всего лишь перечень. Рубашка, брюки, пинжак, ну иногда кофточка. А у сестер, у них блузочка с отворотом без отворота, с рюшечками без рюшечек, юпочка под юпочек. Там такой перечень, там такой перечень. Эй, вопрос состоит в чем? А в чем проблема? А проблема в чем состоит. Девушка осознает, что в моих руках нет никакой инициативы. Что же она тогда может сделать? Она может искать способов, как себя лучшим образом преподнести. Она просто думает, что же мне одеть сегодня такое, чтобы все в нашей церкви смотрели не на кого-то, а на меня. Вот и теперь мы подходим к этой точке, когда мы говорим, братья, храните свои глаза от любо-страстия. Вот молодой человек, он может свой взгляд направить в какую-то точку, а оттуда, с той точки, к нему возвратится страсть. Любо-страстия – это человек, который любит смотреть туда, откуда к нему возвращается страсть или злая похоть. Помните, мы читали этот текст? Апостол Павел говорит, юношеских похотей убегай. К ним не надо бежать, от них нужно удаляться. И вот смотрите, какое очень важное дело. Сестры дорогие, я думаю, что вам это сейчас будет понятно, потому что, мне кажется, я очень просто, сейчас смогу кое-что объяснить. Девушкам им в полном смысле слова надо уметь правильно одеваться. Почему? Потому что представители противоположного пола, мужчины, мальчики и юноши, они, девушки, смотрят на вас. Но слушайте внимательно. Но девушка должна одеться правильно, чтобы у лиц противоположного пола вызвать не низменные ей похотливые чувства, а вызвать чувство восторга и восхищения. Смотрите, кто из вас в своей жизни хоть раз видел закат солнца, когда солнышко прячется или за водную гладь моря или океана, или за лесную опушку, солнышко прячется, весь закат окрашен в красный цвет, вы смотрите на эту картину и просто переполнены восторгом. И вы говорите, ах, Господь, как это возвышенно, Боже, как это прекрасно. Вы просто открываете свою усталь, славите Создателя. Вторая картина. Представьте себе, что вы рано утром ушли на работу и не позавтракали. С обедом вам не удалось в течение дня встретиться. То есть завтрак вы пропустили, с обедом разминулись, и такими полуголодными дотянули до ужина. И вот вы пришли домой и наблюдаете картину, что мама, прямо вот только вы переступили порог дома, и мама из духовки вытягивает такую свежо-зажаренную курицу, натертую чесноком, политую майонезом. Аромат такой распространяется, а у вас чувство голода уже с обедом мучает. Вы смотрите на эту зажаренную курицу, и я думаю, ваши чувства будут приблизительно следующего характера. Мама, ну быстрей хотя бы ножку ухватить. Слушайте внимательно, сестры дорогие, сестры дорогие. Вы должны уметь одеваться так, чтобы люди противоположного пола, мужчины и юноши, смотрели на вас не как на жареную курицу, а как на закат солнца. В нашем городе, где я несу пасторское служение, у нас есть общежитие. В этом общежитии мне такое впечатление, что кто-то из вас себя увидел. В нашем городе есть общежитие. И в этом общежитии живут несколько членов нашей церкви. Очередной раз я подъехал к этому общежитию, припарковал свой автомобиль и ждал, когда наши члены церкви спустятся, чтобы нам ехать вместе. Через дорогу в нашем городе молодежный центр. И в этом молодежном центре, особенно к вечеру, собирается много молодежи, и там проводят разные увеселительные мероприятия. И вот проезжая часть, тут стоит заборчик, и у этого заборчика, оперлись на этот заборчик, трое солдат срочной службы. Ребята, которые служат в срочную службу, они получили увольнительную и на выходные вышли в город. И я наблюдаю интересную картину. Стоят ребята, разговаривают, вроде бы ни о чем особо, ничем особо не встревожены. Знаете, что такое локатол? Локатор. Это средство, которое позволяет обнаружить воздушные объекты. То есть локатор, он вращается, вращается, и если цель споймал, он дальше ее уже ведет. Так вот, ребята, они спокойно рассуждали, говорили, улыбались, и вдруг где-то с левой стороны появился неопознанный, но не летающий, а ходящий объект. Это была представительница женского пола, но только эта девушка, она верила, что она одета. Потому что одежды на ней было минимум, может быть, это связано с ее материальным положением, денег на ткань не хватило, не знаю. Но факт тот, что вместо юбки у нее можно было назвать такой широкий ремень, это все. То, что она имела, ну не назовешь юбкой, ну и так далее. И я обратил внимание, как ведут себя эти молодые ребята. Вот они точно как локатор, который за воздушными объектами наблюдают. Они так тиии. И все дальше, они как будто перестали дышать, жизнь перестала существовать вокруг, и они так тиии этот объект проводили. Пока он не удалился, может быть, на метров 15-20, они только вздохнули и дальше начали общаться между собой. Вот теперь я хочу спросить у вас, как вы думаете, есть ли вина у этой девушки, которая привлекла к себе как минимум внимание трех парней? Я теперь хочу отметить ваши... Слушайте, пожалуйста, меня внимательно. Писание говорит, должно прийти соблазном, но горе через кого они приходят. И что же этим людям лучше? Библия говорит, лучше бы им повесить мельничный жернов на шею и бросить в пучину морскую. Оказывается, слушайте, пожалуйста, сестры дорогие, драгоценные и прекрасные. Мы считаем, и я думаю, вы тоже с этим сейчас согласитесь, что христианка, она призвана здесь, на земле, выглядеть так, чтобы у лиц противоположного пола вызывать не низменные и похотливые чувства, а вызывать чувство восторга и восхищения. Чтобы, глядя на тебя, любой человек, который посмотрел на тебя, сказал бы, как это изящно, как это прекрасно, как это возвышенно, как это благородно. Но если ты одеваешься так, что к тебе прилипают похотливые взгляды, похотливых парней, мужчин и так далее, то в этом ты являешься не кем иным, а соблазном. И Писание говорит, горе через кого приходит соблазн. Лучше бы им повесить мельничный жернов на шею. Потому, девушки дорогие, мы вас призываем к тому, чтобы вы подумали о том, как вы выглядите, как вы одеваетесь, чтобы вы не вызывали низменных и похотливых чувств у лиц противоположного пола, а наоборот вызывали восторг, восхищение, благородство и изящество. Для братьев у нас есть свое слово наставление. Мы говорим, братья, я думаю, многие из вас вы ездите на автомобилях, и в автомобиле есть такая функция, как фары. Фары имеют несколько режимов. Есть ближний свет, есть дальний свет. И по мере того, когда водитель едет на автомобиле, он пользуется разным режимом фар. Так вот, братья, дорогие, нам нужно уметь пользоваться своими оптическими приборами, для того, чтобы к нам в нашу жизнь не возвращались страсти. Люба страсти. Это значит, что человек любит смотреть туда, откуда к нему возвращается страсть. Братья, дорогие, умейте хранить свои глаза от любо-страсти. Что же для этого надо делать? Это значит, надо просто уметь вовремя переключаться на нужный режим работы твоей оптики. Идешь ты по городу, тебе навстречу идет объект, представитель противоположного пола, который верит, что одет, но на самом деле одежды самый минимум. Что делай? Переключайся с дальнего света на ближний. Правку рассматривай, цветочки. Можешь посчитать кирпичики на тротуарной проходной. А как только пройдешься с опасным объектом, снова переключайся на дальний свет. И воздавай Богу славу, что он сохранил тебя от искушения. Потому у каждого из нас есть своя ответственность. У девушек не будь соблазном. У братьев умей пользоваться своей оптической системой так, чтобы не рождались в тебе похотливые страсти и похоти. Как-то разговаривая с одной девушкой, она говорит такие слова, а пусть не смотрят. А я говорю ей, а ты знаешь, это невозможно. Для ребят это невозможно. И теперь дальше несколько очень важных таких нюансов. Я хочу открыть небольшие секреты, сестры дорогие, особенно для вас. Вы знаете, что когда люди начинают между собой находить точку соприкосновения или коммуникацию, находить какие-то взаимоотношения. Иногда девушки этого до конца не осознают и не понимают. Девушка так интересно устроена. Кстати, сколько посвящено трудов и написано книг, сколько написано докторских, каких хотите, трудов по поводу того, чтобы познать, что же такое женщина. И все труды бесполезны успехом, так они до конца и не закончились. Это что-то особенное, это что-то непостижимо возвышенное. Поэтому, сестры, без вас жизнь на планете Земля была бы скучная и однообразная. А с вами праздник нам, мужчинам, гарантирован. Так вот, девушки дорогие, хочу вам несколько секретов открыть. Когда девушка достигает какого-то возраста, когда у нее вроде как просыпается какой-то интерес к тому, чтобы найти точки соприкосновения с представителями мужского пола, это вроде они называют это дружбой. Они это называют, это просто мы дружим. Вот я хочу несколько секретов таких открыть. Первое, сестры, отчасти вы можете легко сейчас заглянуть в свое сердце и понять, вас интересует, когда вы ищете друзей среди братьев, среди парней. Вас интересует в основном фактор душевный. Другими словами, вам важно, чтобы это был человек, который мог бы вас выслушать, понять и, если надо, защитить. Другими словами, девушку редко интересует фактор, чтобы он меня обнял, руку мне на плечо положил. Как правило, девушку интересует фактор душевный. Ей важно найти того, кто готов ее выслушать, кто готов ее понять, кто готов, если надо, заступиться, ну, если надо мороженое купить или кружкой чая или кваса угостить. Но когда же речь касается парней, девушки дорогие, вот это абсолютно бесплатно для вас, я рассказываю мужские секреты. Что же касается парней, у них фактор в основном физиологический. Другими словами, у парней, у них открываются глаза, они говорят, ух ты, какой интересный объект под названием девушка. И после этого у молодого человека, у него есть такое искушение, ой, как интересно, а как бы это подойти, а как бы это обнять, а как это прижаться, а как это, если можно, еще и поцеловать. Сейчас, слушайте теперь меня, девушки, внимательно. И для того, чтобы от вас на это получить разрешение, он готов вас часами слушать. Вы ему рассказываете, как вас мама не понимает. Он, да ты что, правда? Ой-ой-ой-ой. Вы рассказываете, как в университете преподаватель вас неправильно очень оценил. Вы говорите, да ты, ой-ой, я думаю, ты умнее всех на белом цвете. Другими словами, молодой человек, он готов заплатить любую цену, слушать, простите, вашу болтовню, что хотите, только чтобы после этого удостоиться такой чести, взять и положить вам руку на талию или на плечо. И при этом, послушайте, девушки, меня сейчас внимательно, вы сами того не подразумеваете. Вы просто этому молодому человеку предоставляете шанс удовлетворить не возвышенное чувство любви, а низменное похотливое чувство страсти и похоти. И более того, если вы позволили ему руку положить вам на талию или на плечо, или прижать вас к себе, я хочу вам, девушки, сразу же сейчас сказать, знаете, что после этого будет? После этого молодой человек придет в свою компанию и скажет, а, первая победа есть. И он назовет ваше имя и скажет, я уже руку ей на талию положил, а я ее уже к себе прижал. А другой при этом будет хвастаться своими неизменными победами и скажет, а я не только ее к себе ближе приблизил, я ей даже смог в щеку поцеловать. И при этом, девушки, дорогие, я это вам сейчас открываю, эти секреты, чтобы вы могли понять. Если у молодого человека к вам серьезное намерение, он не будет руки к вам свои протягивать, он будет вам делать предложение. Он просто вам скажет, стань моей женой. Это подход человека богобоязненно. Человека, у которого же нет страха Божьего в уме, он будет искать различных способов, чтобы с вами соприкоснуться, вас к себе прижать. Вот почему так много есть тех молодых людей, которые говорят, обманул меня. А парень при этом, он даже и не имел намерений серьезных, он лишь только рассматривал вас как средство для того, чтобы немножко поразвлекаться. Девушки, дорогие, я вам сейчас хочу секрет один открыть. Вы знаете, что ребята, вы обратили на это внимание, они почему-то знаки внимания уделяют одним, а почему-то женятся совсем на других. Знаете почему? Я вам легко расскажу. Потому что если, об этом я чуть больше расскажу, чуть позже, ну а сейчас, если, к примеру, молодой человек звонит девушке и говорит, а давай сегодня встретимся в городском парке, прогуляемся вместе, порассуждаем на 25 главу от Матфея. Если девушка говорит, я согласна, а во сколько, если вы еще называете, давайте часов в 9 вечера, то вот я теперь хочу вам сказать, вы сразу же становитесь для него игрушкой, которой он какое-то время будет развлекаться. Я не говорю о каких-то неизменных вещах, я говорю просто о простых вещах. Он просто пофлиртует, побалуется, поговорит, пошутит. Но слушайте меня, девушки, внимательно, но если ваша реакция будет правильна, вот он вам позвонил и сказал, давай в 9 часов встретимся в городском парке, а вы спокойно ему отвечаете таким тоном и говорите, а я даю тебе 3 минуты позвонить пастору и покаяться в этом звонке, что ты сделал. Если ты этого не сделаешь, на четвертую минуту звоню я сама. Слушайте девушке внимательно, он ложит трубку, и знаете, что он скажет? Вот она достойна того, чтобы рассмотреть ее как невесту и будущую жену. Почему? Да потому что не нужны молодым людям девушки, которые, простите меня, клюют на любой знак внимания. Любому парню нужна девушка, которая умеет знать себе цену, понимает свое положение и не откликается, простите меня, на любой кивок пальцем, а которая, наоборот, любые кивки охлаждает и на их горячую голову проливает кувшин холодной воды. Когда разумная девушка так реагирует, она тогда прекрасно свой статус не унижает, а наоборот свой статус поднимает. А если этот молодой человек стоит рядом и вдруг руку к вам протянул, есть, кстати, у девушки одно очень хорошее средство, которое охлаждает парней. Оно выглядит следующим образом. Размахиваетесь как можно дальше и бьете прямо в щеку. Если не помогло, можно вторую руку размять. И, как правило, очень здорово охлаждает. Но после таких прекрасных переживаний молодой человек придет домой и скажет, эта девушка воистину достойна того, чтобы рассмотреть ее как кандидатуру на невесту и жену. Вот почему, девушки, когда вы просто улыбаетесь всем подряд, когда вы откликаетесь на любые знаки внимания, вы сами того не понимаете, вы свой статус и свою ценность теряете. А когда вы проявляете мудрую, благоразумную такую твердость, такую недосягаемость, то тогда вы свой статус повышаете. Потому не будьте, пожалуйста, девушки разметными монетами, которым вы позволили к себе прикасаться всем, кому только что в голову, простите, не взбредет. Можете себе представить такую ситуацию, что у человека в кармане есть яблоко. Он взял его, надкусил. Закончил жевать, проглотил, еще раз откусил. Почти съел все яблоко, а потом заметил своего одноклассника рядышком. Он говорит, ой, прости, почти яблоко все съел, но я хочу тебя-то угостить. И угощает яблоком, которое уже почти скушал, и его надгрыз. Скажите, одноклассник с радостью примет такой подарок? Он скажет, слушай, спасибо, ну дай сам. Так вот, наши молодые годы, слушайте, девушки, слушайте, парни, вы должны сохранить себя цельными. Не позвольте греху, чтобы он вас надкусил, чтобы он вашу жизнь надорвал, чтобы не получилось, что к дню бракосочетания, простите, вы выглядите не сочным пред Богом плодом или яблоком, а надкусанным огрызком. И вы когда такую надкусанную жизнь своему другому супругу предлагаете и говорите, я саму себя отдаю тебе на всю жизнь в качестве жены, молодой человек посмотрит и скажет, послушай, а почему ты позволила, чтобы твои молодые годы тебя так надкусили? Почему ты себя не сохранила и не сберегла? Потому молодые люди, парни и девушки, храните себя в молодые годы. Не заигрывайте, не флиртуйте, храните себя чистыми. Парни, я убедительно вас прошу, пожалуйста, не давайте повода девушкам влюбляться. Потому что молодые люди иногда поулыбался рукой, помахал, там несколько слов сказал, а при этом ничего серьезного за этим и не подразумевал. А девушка, она уже пленилась влюбленностью и сидя у себя дома уже рисует себе картины, как она за него выходит замуж. Знаете, как один человек говорил так, девушки так интересно устроены, парень с ней только поприветствовался, а она уже дома рассказала, что он ей сделал предложение. Ну, почему-то девушки так преувеличивают. Так вот, слушайте, парни, дорогие, парни, слушайте меня внимательно. Если вы своими действиями, своими словами дали девушке повод влюбиться в вас, а после этого вы сказали, я ничего серьезного к тебе не имел, отвернулись к ней спиной и ушли, я хочу вам сказать, что пред Богом так же дороги Богу вы, как и она. Ты для него сын, а она для него дочь. И если ты надругался над ее чувствами, я тебе гарантирую, попустит тебя Бог. И над твоими чувствами надругаются так же, как этот сделал ты с ней. Вот почему, молодые люди, мы вас убеждаем и уговариваем, пожалуйста, не давайте девушкам повода влюбляться в вас. А если вы что-то подобное, знаки внимания аккуратно делаете, то тогда в этом случае делайте предложение этой девушке, чтобы, простите ей, не морочить ей голову, а устроять свою семейную жизнь. Теперь, когда мы говорим о свиданиях, вообще, как вы думаете, у христиан должны быть свидания или нет? Ого, да. Это голос здравого смысла слышен. Я считаю, что у христиан свиданий, как таковых свиданий, в них вообще просто нет никакой необходимости. Я постараюсь вам это сейчас прояснить. Я иногда рассуждаю так. Вот у нас в церкви есть молодежь, и та молодежь, которая в нашей церкви есть, я ни с кем из них никогда не был ни на одних свиданиях. Но я могу легко охарактеризовать любую девушку где-то на процентов 70-60. Я могу легко сказать, кто из них аккуратно и опрятно, кто усердно и прилежно, а кто, простите меня, лениво и неряхо. И для этого не надо ходить на свидания, для этого просто наблюдай по самому простому процессу жизни, кто чего стоит. Не надо свиданий. А что же тогда происходит на свиданиях? Слушайте меня внимательно. Вот, к примеру, позвонил молодой человек девушке и сделал ей предложение пойти на свидание. Девушка смотрит на этого молодого человека и сама для себя говорит, вроде бы неплохой вариант, чтобы выйти замуж. А теперь слушайте внимательно. Что теперь девушка будет стараться сделать, собираясь на свидание? Она будет вот что делать. Она будет тщательно свои недостатки прятать, прятать, а то, чего в ней нет, на себя одевать. Другими словами, если она ленива, она сделает вид, что она очень трудолюбива. Если она неряха, она сделает вид, что она очень опрятная. И таким образом человек дома подготовился, одел на себя актерскую роль и отправился на свидание. Парень молодой. Если он делает девушке предложение встретиться на свидание, он при этом сам себе говорит, «Ой, только бы ее не спугнуть». А потому все свои негативные качества спрячет, а то, чего в нем нет, на себя оденет. И я говорю так, что в таком случае вечером под тополем в городском саду встречаются два клоуна, которые ничего общего с реальностью жизни не имеют. Знаете, как один брат говорил такую фразу? Он говорит, «Я, когда женился, моя жена таким высоким тенорком пела, а как замуж вышла, так босить начала. А что ты хотел? Она для того высоким голоском и пела, чтобы только клюнул на нее кто-то, а теперь, когда уже наживка на крючок попалась, можно быть самим собой». Один человек хорошо сказал за семейную жизнь. Он сказал, «Красота приходит и уходит, а с характером приходится жить». Красота приходит и уходит, а с характером приходится всю жизнь жить. Поэтому важно себя украшать не какими-то внешними атрибутами, а важно украсить себя внутренними, возвышенными, благородными качествами. И тогда даже если размеры девушки, учитывая, что она выйдет замуж, будут изменяться в каких-то габаритах вперед, влево или вправо, это никак не помешает молодым людям иметь счастье. Поэтому для того, чтобы узнать человека, не надо никаких ночных свиданий. Не надо. Для этого достаточно просто по жизни вместе трудиться, ездить на евангелизации, ездить на труд миссионерства, трудиться в разных других сферах. И в процессе повседневного труда ты видишь, кто усерден, кто ленив, кто прилежен, а кто небрежен. И не надо никаких ночных, вечерних или ночных свиданий. Следующий очень важный фактор в плане целомудрия, это вопрос, который мы говорим, важно уметь сохранить стыдливость. Вот стыдливость – это очень сильный фактор, который Бог дал в нашу жизнь. Вы не переживайте, уже немного осталось, мы скоро приземлимся. А пока я вам предлагаю просто наслаждаться, продолжайте наслаждаться нашим рассуждением. Итак, что такое стыдливость? Вот стыдливость – это очень сильное от Бога дарованное чувство. И это чувство стыдливости – это чувство, которое сейчас в современном молодом поколении, оно его выколачивает, как только хотите, через газеты, через телевидение, через радио, через школьные программы. Стыдливость выколачивают из сердца человека, чтобы стыдливости человек не имел. Что такое чувство стыдливости? Чувство стыдливости – это значит стыдиться посмотреть, Но ведь стыдится сказать, стыдится что-то сделать, что вызовет неловкую, неприятную ситуацию. Послушайте меня сейчас внимательно, я несколько примеров вам приведу. Представьте себе, что поздно вечером, уже стемнело, девушка вышла на крыльцо молитвенного дома. И рядышком с ней стал молодой человек, он ей не родственник, и молодой человек решил проявить знак внимания, тихонечко свою руку протягивает и берет за руку девушку. И это впервые в ее жизни. Никто и никогда из посторонних, не родственников до этого ее за руку не брал. Скажите, пожалуйста, какое будет действие девушки? Если это в ее жизни впервые, я уверяю вас, она сделает два шага в сторону, вырвет свою руку и скажет, ты что себе позволяешь? Ты как так себе смел позволить руки распускать, меня за руки брать? А скажите теперь, пожалуйста, а что ее к этому побудило? Это чувство стыдливости. Вот чувство стыдливости, это чувство, которое помогает человеку правильно поступить, даже тогда, когда он умом еще не все осознал. Я как-то в одном месте молодым людям такую историю рассказывал. Говорю, представьте себе, молодые люди, что вы, и парням я говорил так, представьте себе, парни, что вы каким-то образом попали в пивной бар. Не знаю как, но вы как-то там оказались. Пивной бар имеет такую стеклянную стену от пола до потолка, а вдоль этой стены тротуарная дорожка. И я говорю так, представьте себе, что по этой тротуарной дорожке идет спокойно ваш пастор с женой, а вы находитесь в пивном баре, и вдруг вы наблюдаете, что голова пастора начинает поворачиваться в сторону пивного бара, а прямо через стекло заглянуть, что там происходит. И я у братьев спрашиваю, что ты будешь делать? И если чувство стыдливости у тебя не потеряно, то голова пастора только начала поворачиваться, а ты уже будешь нырять под стол, под стул, под стойку, чтобы пастор тебя не заметил. А один молодой человек, когда эту историю рассказал, он говорит, а я скажу пастору, эй, заходи сюда. Я говорю, ну если ты так скажешь, значит 100% стыдливость ты уже давным-давно где-то потерял. Так вот, молодые люди, чувство стыдливости, это чувство, очень сильное чувство от Бога. Это чувство, которое тебе помогает правильно поступить, даже тогда, когда ты умом еще не все осознал. Вот почему человеку нужно это чувство уметь в себе сохранить. А это значит, человек иногда глаза поднимает и рекламный щит перед его глазами, там, где женщины в полуобнаженном виде. Так вот, если чувство стыдливости не потеряно, он еще глаза только поднял и тут же их опустил. Почему? Потому что чувство стыдливости его правильно поощрило поступить. А если у человека чувства стыдливости нет, он его потерял, это он только в поле зрения попадет к нему рекламный щит, он установится, все вокруг перестанет существовать. Он вопьется туда своим похотливым взглядом, черпая оттуда то, что человека не созидает, а развращает. Чувство стыдливости, очень сильное чувство, его надо уметь сохранить в себе. Оно очень чуткое, оно очень нежное, его легко потерять, но нам, христианам, его важно научиться в себе сберечь. Чувство стыдливости, это значит, когда кто-то рассказывает какую-то, простите меня, жареную историю, такую полу с интимным содержанием, то чувство стыдливости тебя тут же покрасит в красный цвет, и тебе от стыда не будешь знать, куда убежать. Вот чувство стыдливости, это значит, ты не можешь посмотреть на картинку, которая имеет такое нецеломудренное содержание. Ты не можешь прочитать строки, которые в себе содержат какую-то там, рисуют картину такого легкого содержания. Ты не можешь посмотреть на плакат, ты не можешь услышать такую, простите, вульгарную историю. Почему? Потому что чувство стыдливости тебя отталкивает в сторону. Так вот, чувство стыдливости, его важно христианину в себе не потерять, а сохранить. Следующая очень важная часть, это важно уметь сохранить свои отношения до брака чистыми. И я проведу вам несколько историй, и таких параллелей вы их поймете. Понимаете, когда Бог дал людям начинать семейную жизнь, у людей начало их семейной жизни, оно сопровождается таким огромным чувством влюбленности. Оно со временем не проходит, а просто перерастает в любовь, в которую люди дорожат друг другом, ценят друг другом, и с этим чувством идут по жизни. Так вот, слушайте внимательно, чувство влюбленности, которое Бог дарит семейной паре, для того, чтобы они начали семейное плавание правильно. Это чувство влюбленности, если вы его потеряете, в свиданиях в городском парке под Тополем, потому что вы уже на свидания ходите целых шесть месяцев, вам мороженое покупают. Вот это чувство стыдливости, вот это чувство влюбленности, оно уже потеряно там, в городском парке. И слушайте теперь меня внимательно, к чему это может привести? Состоялось брачный пир, бракосочетание, и молодые люди начинают семейную жизнь, начинают совместное плавание. Вот это чувство влюбленности, оно у них осталось там, в парке, потому что они уже 9 месяцев встречаются, 9 месяцев себе за руку брали, 9 месяцев позволяли себе руку на плечо положить, прижать друг к другу. И этот трепет взаимный, он уже там остался, в парке, а теперь они начинают семейную жизнь. Слушайте меня внимательно. Они начинают семейную жизнь, и этого трепета у них уже нет. И к чему это может привести? Начинается первый обед, где жена молодая налила мужу борщ, и сама села напротив него. А он со свойственными ему особенностями начал борщ кушать с такими хорошими звуковыми эффектами. Вау, такой кушает с удовольствием. Так вот, это чувство трепета, если оно потеряно в саду, ее начнет, вот эти звуковые эффекты, начнет ее заводить, как пружину. Еще минутка, еще две, и вдруг пружина лопает. Она говорит, еще раз, я такое услышу, будешь обедать дома у мамы, а не у меня дома. А если чувство трепета, оно сохранилось, почему? Потому что я к своей любимой не прикасался, потому что я к ней не позволял даже рук протянуть. Я с трепетом сохранил себя к дню бракосочетания, семейная жизнь началась. И вот она смотрит на своего любимого, как он борщ кушает со звуковым эффектом. И она говорит, ой, господи, а ез-то как, как настоящий мужчина. Ой, Боже, слава тебе, вот ты меня благословил. А когда ночь настала, и она ночью просыпается и слышит, ух, как духовой оркестр дает. То если чувство влюбленности потеряно вот там в парке, ее это будет так заводить, она локтями его растолкает и скажет, ну, на кухню пошел, что ты меня сна лишаешь. А если этот трепет сохранился, то она только проснется, услышит звуковой эффект и скажет, и спит, как настоящий мужчина. Господи, я так тебе благодарна за моего возлюбленного. Равно и наоборот. Вы меня простите, но я, может быть, это слишком так деликатно, но я думаю, оно помогает суть уловить. Если, к примеру, уже семейные люди остались один на один, уже выженились они, и вдруг он у нее заметил зишрам, потому что ей делали какую-то операцию. А то вот если чувство влюбленности потеряно, вот это трепетное отношение друг к другу, то он посмотрит на этот шрам и скажет, ой-ой-ой, что же там такое. А вот если этот трепет сохранен, если люди до брака себя сберегли и не позволили, чтобы даже к ним прикасались, сохранили себя возвышенными, то молодой человек посмотрит на свою жену, у которой зишрам, и скажет, ох, ты мой шрамчик дорогой. Тебе, дорогая, было больно, когда тебя оперировали, но я тебя пожалею, тебе станет легче и лучше. Вы мне скажете, что, Игорь, ты за сказки рассказываешь? А я вам рассказываю не сказки. Это истина, которая в духе священного писания. Это люди современного мира, они упростили все, простите, до животного инстинкта. Они сделали все просто примитивно, в похотях и страстях разжигаются, и возвышенное чувство любви становится чем-то приравненным к половой тряпке. Но ты и я, христианин, ты призван быть носителем этого высокого, возвышенного и благородного. Потому умейте сохранить себя и трепет сохранить, и не позвольте, чтобы к вам кто-то прикасался или дотрагивался. Сохраните себя в полном смысле слова недотрогами. Теперь я уже подхожу к завершению, для того, чтобы чуть, уже подходим к завершению нашего рассуждения. Сестры дорогие, я хочу вам сейчас, вот, я сейчас особо комментировать не буду, а это так называется. Слышащий да разумеет. Представьте себе, сестры дорогие, что вам прислали письмо, не по электронной почте, а обычной почтой. Вы пришли домой и видите на почтовом конверте написано ваша фамилия и имя, но только вы наблюдаете, что этот конверт уже кто-то открыл, и с содержимым вашего конверта уже познакомился. Я думаю, что когда вы проведете следственные мероприятия в своем доме, и выявите, кто же это посмел сделать, я сомневаюсь, что вы ему выразите много слов благодарности. Вы скажете ему спасибо, вот думал, как распечатать, спасибо, ты помог, очень благодарен тебе, поди шоколадку возьми на холодильнике. Я думаю, что вы этого человека так поброните и скажете, как ты смел, неужели ты не видел, что там написано мое фамилия и имя, это письмо для меня. Слушайте внимательно, если письмо запечатали и отправили конкретному адресату, значит распечатать его имеет право только тот, кто это письмо, кому оно адресовано. Вот теперь слышащие да разумеет, сестры дорогие, Бог вас так уникально создал, что Он на вас поставил физиологическую печать. И Господь этим сказал, послушай, сестра, послушай, дочь моя, говорит Господь, ты не предназначена для всех, ты предназначена для одного, которому я тебя и определил. А потому умей сохранить свою печать невскрытой, сохрани свою целостность, сохрани свою ценность и умей сохранить себя для одного. Я когда-то был в одном городе, не буду называть где и в каком месте, и ко мне подошла одна женщина, она уже имела детей, молодая женщина, лет 28, и у нее такой неверующий буйный муж, очень такой буйный, он очень такой успешный бизнесмен, и она подошла ко мне и говорит так, знаете, говорит она, брат Игорь, мне мой муж от меня требует, чтобы я одевала шорты. Она молодая женщина, и она говорит, в нашей церкви мы понимаем, что на девушке шорт быть не должно. И теперь, слушайте внимательно, что она говорит своему мужу. Она мужу говорит своему, нет, я шорты одевать не буду. А муж ее говорит ей, нет, одень шорты, я хочу с тобой прогуляться по городу, чтобы все другие мужчины видели, какая у меня красивая жена. Она каждый раз ему говорила, нет, и между ними всегда было напряжение. Она подошла ко мне и спросила, брат Игорь, как мне быть, как поступить? И я ей дал совет, от этого совета сам остался в восторге, как у меня хорошо ей получилось посоветовать. Я ей сказал так, слушайте меня внимательно, я ей сказал так. Я говорю так, знаешь, я советую тебе, сестра, ты очередной раз, когда услышишь от своего мужа просьбу, одень шорты, я говорю, ты скажи ему так, скажи, что есть только один единственный мужчина на свете, который может видеть те части моего тела, которые не предназначены ко всеобщему обозрению, и этим мужчинам являешься ты. И поэтому я никогда не одену шорты, никогда не одену брюки для того, чтобы то, те части тела, которые Бог предназначил не для всеобщего обозрения, ими мог наслаждаться только один мужчина, и это ты. А потому я не открою себя для всеобщего обозрения, для других глаз. И я после этого еще там в том городе был несколько дней, и я видел, как эта женщина приходила на служение, и у нее была такая легкая улыбка на лице. Я сам себе так представляю, если бы так жена пришла и своему мужу сказала, ты единственный, который имеет право на меня смотреть, ты единственный, который может мною наслаждаться. А поэтому, пожалуйста, когда я говорю тебе, шорты не одену, это очередное доказательство, ты единственный, кто может на меня смотреть. Вот так, сестры дорогие, я и вам хочу сказать. Все те особенностями, которыми вас наградил Господь, частями тела, которые вызывают восторг и восхищение, пожалуйста, сохраните их себе. Не открывайте их на всеобщее обозрение, потому что вы предназначены не всем. Вы предназначены одному. И этого одного от Бога, которому Бог вас и верит в свое время в Его руки, вы умеете дождаться. А при этом оставайтесь усердными, богобоязненными, трудящимися пред Богом и служащими Ему с доброй совестью пред Богом. Я уже подхожу к выводу для того, чтобы произвести еще просто один маленький нюанс. Знаете, когда-то Дмитрий Беспалов в Риге проводил конференцию, и он там молодежь немножко чистил. Молодежь так замерла, почти перестала дышать. И он у молодежи спрашивает, молодежь, вы меня еще любите? А весь зал, да. Он говорит, тогда продолжим. Я боюсь спросить, любите ли вы меня, потому что могу мало ли что услышать, но мы продолжим. Немножко осталось. Продолжайте наслаждаться, немножко. Послание к Тимофею написано так, чтобы также и жены в приличном одеянии, с остыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Я хочу, чтобы вы могли запомнить простую фигуру, которую многим из нас знакома с курса геометрии, которая называется треугольник. Можете его назвать равносторонний треугольник. И каждую из граней треугольника давайте назовем одной границей. Тут в Писании написано «приличие, стыдливость, целомудрие». Вот христианину надо уметь одеваться в границах этих трех слов. Другими словами, все, что находится внутри треугольника, это для тебя безопасно. Если какая-то одна из границ нарушается, это значит уже опасно. Вот давайте быстренько здесь над этим порассуждаем. Итак, приличие, стыдливость и целомудрие. Значит, я должен одеваться так, чтобы ни одну из этих трех границ не нарушить. Я должен остаться в границах треугольника. Давайте себе представим картину, что молодая девушка одевает брюки. Вот она брюки одела. Теперь давайте спросим, вообще это прилично или нет? А приличие, слушайте внимательно, приличие, оно измеряется не мной. Приличие измеряется глазами людей, которые смотрят на меня. Другими словами, прилично я одет или неприлично, это вывод, который должен сделать не я, а те, кто смотрят на меня. Но в этой связи вопрос очень спорный. Потому что мы живем в такой культуре или в таком народе, где наличие брюк на девушке или на женщине стало нормой. Поэтому с этой границей вопрос чуть-чуть спорный. А теперь давайте вопрос, возьмем границу стыдливости. Что такое стыдливость? Одеваться со стыдливостью. Одеваться со стыдливостью это значит не открывать те части твоего тела, которые не предназначены для всеобщего обозрения. Стыдись открыть те части твоего тела, которые не предназначены для всеобщего обозрения. Вот теперь наличие на девушке брюк или шорт. Что они делают? Они эту границу нарушают или нет? И я вам могу здесь сказать с уверенностью, что то, сестры дорогие, чем вас наградил Господь в плане особенностей и изящности вашей фигуры, когда это преподносится в брючном костюме или в каких-то шортах, то все достопримечательности становятся на всеобщее обозрение выставлены намного лучшим образом, нежели когда вы одеты в платье или в юбку, которая все эти нюансы скрывает и покрывает. Следующее целомудрие. Целомудрие это значит одевайся так, чтобы не вызывать низменных и похотливых чувств у лиц противоположного пола. И вот если ты в границах этих трех границ, если ты одеваешься, то ты пред Богом воистину праведник, который в вопросах внешнего вида ни для кого является ни соблазном, ни преткновением. И я теперь всем без исключения вам это говорю как информацию к рассуждению. Когда-то Павел говорил, говорю вам как рассудительным рассудите. Вот я и присутствующим всем вам говорю, говорю вам как рассудительным рассудите. Да как же вам проводить свою жизнь? И я призываю каждого из вас, давайте с вами постараемся свою жизнь управить так, чтобы вопрос чистоты взаимоотношений с лицами противоположного пола и в вашей и в моей жизни остался на высоте. Чтобы мы с вами никого не смущали, никого не соблазняли и чтобы мы с вами одеваясь выглядели так, чтобы у лиц противоположного пола вызывать только восторг и восхищение. И я призываю вас к тому, чтобы вы могли просто подумать над этими вещами и в своей жизни принять правильные решения во имя Иисуса Христа. И я призываю всех вас без исключения. Помните и знайте, что счастье пред Богом, его надо уметь сохранить право на счастье. Бог человеку усмотрел стопроцентное благословение. Но за период своей молодости человек может растерять своими похотями, страстями, своими негодными делами и поступками и может прийти к дню бракосочетания. И Господь, глядя на человека, скажет, готов был тебя благословить стопроцентно. Но ты молодость свою провел, растерял своими похотливыми взглядами, поступками, своими неразумными делами. Ты лишил себя и поэтому благословляют тебя только на 25%. Люди начинают семейную жизнь и не могут понять, что такое муж не понимает жену, жена мужа, дети рождаются, сутками спать не дают, люди за голову хватаются и говорят, да зачем я вообще замуж вышла, а тот страдает, зачем я женился. Я вам хочу сказать, друзья, все объясняется очень просто. Если ты свою молодость пред Богом сохранишь чистой и подойдешь к бракосочетанию свято, Бог благословит тебя не на 50% и не на 70%, а на все 100%. И ты будешь жить оставшиеся годы в семье и в браке и не будешь мечтать о счастье, а будешь счастьем наслаждаться. Вот потому не позвольте себе лишить себе счастья, потому святая жизнь в молодости это залог благословения жизни в семье дальше. Знайте это, цените это и помоги и благослови нам с вами всем Господь. Последний нюанс и мы с вами молимся. Я когда слышал, когда один из братьев говорил, как нужно делать предложение брату или сестре, то вы простите меня, может быть, за такой простой пример, но думаю, что он зато очень ясно суть показывает. Я всегда говорю так, что если, к примеру, человек имеет две ноги, и две ноги, как правило, имеют пару обуви. Я говорю так, если человеку нужны дамские тапочки, и он нашел один дамский тапочек или домашний тапочек, то что ему составит пару? Только дамский тапочек или домашний тапочек. Так вот, братья мои дорогие, прежде чем делать сестрам предложение, это отдельная тема, как это стоит делать, но прежде чем делать сестрам предложение, вот вообще очень полезно встать на себя в зеркало, ну хотя бы полчаса посмотреть, так, и ясно понять, вот кто я? Я керзовый сапог, я лапоть, или я золотая, начищенная, там, да блеска мужская, мужской туфель, и теперь, если ты понял, кто ты, то теперь иди, пожалуйста, ищи себе пару, если ты лапоть, прости, керзовый сапог тебе не подойдет, а если ты керзовый сапог, то тебе золотая туфелька тоже не подойдет. Вот важно найти соответственную себе, вот потому в этих границах важно и определяться. Тут есть много деталей, которые мы сейчас опускаем, и самое главное, я призываю вас, молодые люди, давайте свои годы на земле здесь проведем так, чтобы ни для кого не быть соблазном, ни для кого не быть преткновением, а быть воистину носителями высоких благородных чувств, высоких благородных нравственных ценностей. И это некрасивые слова, это то, что вы и я в своей жизни можете реализовать. И я вас к этому призываю во имя Иисуса проявить мудрость, благоразумие и открытое пред Богом сердце, чтобы слова здравого смысла могли помочь нам определиться в жизни и быть благоразумными. Давайте поднимемся пред Богом на ноги и в молитве обратимся к Нему, прося Его благословения. Мы Тебя благодарим, небесный Отец. Мы имя Твое Святое превозносим и Тебя благословляем. Мы Тебя благодарим, что Ты дал нам Духа небоязни, ровей, рассвятости и целомудрия. Твой Святой Дух, Он нашу жизнь направляет к благоговению, к трепету и к чистоте, в том числе и к лицам противоположного пола. Мы, Господь, осознаем, что Твоя спасительная благодать, она учит тому, чтобы мы отвергнули нечесть и морские похоти, могли жизнь проводить в святости и целомудрии. Мы, Господь, имея эту беседу и этот разговор, Бог Святой, мы Тебя благодарим, что Ты озаряешь наши умные сердца, озаряешь ценностями и приоритетами, которые открывают нам суть каждой мелкой детали нашей жизни. Мы просим у Тебя милости и мудрости на то, чтобы мы были благоразумны при Тобой, чтобы никто из нас ни для кого и никогда не был особо знаменитет к новеньким, чтобы никто из нас не был причиной рождения страсти и пехоти у лиц противоположного пола, чтобы мы были носителями Твоей славы, чтобы никому из нас не прилипали похотливые взгляды и глаза других похотливых людей, но чтобы, глядя на нас, люди были восхищены благородством, возвышенностью, чистотой, святостью, порядочностью, и в этом мы умоляем Тебя о милости и мудрости, чтобы мы здесь на земле воистину могли быть отражением Твоей славы, в том числе и во внешнем виде, и в образе жизни, и во взаимоотношениях с лицами противоположного пола. Боже, мы призываем Твое благословение на всех молодых ребят, на всех братьев, призываем благословение на всех молодых сестер и девиц, и девушек во имя Иисуса. Я просил Тебя, дай им милость и мудрость, свои молодые годы не потратить, а мудро ими распорядиться, чтобы их судьба не была надкусана, надломана, чтобы она не была грехом истерзана, но чтобы они сохранили себя в чистоте и имели право в день бракосочетания получить не честь, благословение, а всю благодать и благословение на предстоящую семейную жизнь. Да будет в наших сердцах трепет для Тебя, стыдливость от Тебя, богобоязненность Твоя, Господь, чтобы нас, святых и чистых на земле, ты зрел, видел и радовался, наблюдая нашу богобоязненную жизнь в чистоте и правде. Мы вверяемся в Твою руку и просим Твоего благословения во имя Иисуса Христа, Тебе, святому славу, Тебе, святому честь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok